Книга «Открытым оком», том 22, вопрос 3498, тема литература. Почему поэты так вычурно пишут, что до смысла не доберешься? А как же они могли тогда влиять на умы простых людей, которые искали пути в революцию? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Простые люди работали, выращивали хлеб и детей, и не искали никуда путей. Путь к евангельскому богу был закрыт из-за отсутствия Библии в народе. А поэтов никто и не знал, не считая Ивана Крылова до Александра Сергеевича Пушкина. Сами же поэты, если таковых можно так назвать, могли только разрушать, ничего не создавая. Потому что без Бога нет жизни, нет будущего, нет перспективы. Об одном жалеешь, когда этих смутьянов читаешь, что они не дожили до сталинских репрессий. Лучшего выхода из духовного кризиса у них не было. Они могли бы в ГУЛАГе раскаяться, искренно уверовать во Христа Иисуса. Валерий Яковлевич Брюсов говорил. «Мы были дерзкие, мы были дети», — скажет он вскоре о выпусках русских символистов. Своему соратнику по символизму Константину Бальмонту он напишет об этих сборничках. Вы хорошо знаете их значение, то есть отсутствие их значения. А «шедевры», в кавычках, получат такую беспощадную оценку автора в следующем же сборнике. «Верь мне, давно я считаю ошибкой бедную книгу мою». И впоследствии зрелый Брюсов назовет свои ранние стихи «не вполне удачными пробами несколько заносчивого юноши». Брюсов клеймит презрением буржуазных либералов, половинчатых постепеновцев, довольных малым, удовлетворяющихся жалкими уступками со стороны царского режима. Со всей искренностью он готов прославлять океан народной страсти, в щепы, дробящий утлый трон. Правда, надвигающаяся революция привлекает его главным образом своей разрушительной стороной. Революционеров он называет в кавычках «близкими», но заявляет «Ломать я буду с вами, строить нет». Это дало Владимиру Ильичу Ленину основание определить тогдашнюю общественную позицию Брюсова как позицию поэта-анархиста. Ранней весной 1918 года, когда значительная часть интеллигенции занимала еще враждебные или выжидательные позиции по отношению к советской власти, Брюсов вместе с профессором Сокулиным явился к наркому просвещения Луначарскому и предложил свое сотрудничество. Поэт отчетливо видит и разруху, нужду, нищету, голод, переживаемая страной. Он замечает и то, как «в теплушках люди гурьбой ругаются, корчатся, стонут, дрожа на мешках с крупой». Иеремия 26.3 «Может быть, они послушают и обратятся, каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их». Михея 7.3 «Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло». «Война свирепствует и в наши времена, изничтожая нужные ресурсы. Людской потенциал и кренится страна, не разглядит виновных, даже щурясь. Зачем Кавказ, Армения, Чечня и прочие не наши веры люди? Сопротивление их нетрудно нам понять. Когда мы в оккупации побудем? Меня интересует лишь одно, но почему же в церкви все святые молчали в кельях, залегли на дно, в анабиозе яростном застыли. Не десять дней, не лет, веков мечи точили, пушки отливали, жандармам слыли с ворохом оков, на спусковом крючке у церкви палец. Все одобряли, льстили лицемером, знамена воинские, не скупясь, кропили. Никто словам евангельским не верил, задохла совесть в праздничном кодиле. Копировали войны светхозаветных строк, врагами недругов и ближних объявляли. Слоеный из России сварганили пирог, из века в век с кровавыми соплями. Мы, чадо мира, мирен наш Христос. Но жгли и вешали похлеще Магомета за те баталии струхлявых внуков спрос, но вместо покаяния рвут плоть живой планеты. Восстаньте же, попы, архиереи, и прекратите бойню иноверцев. Бог и Иегова вас самих забреет и выжжет, как проказу или скверну. Ищите благовестников Христовой благодати. Оружием у них да будет только слово. Плотским оружием нам воевать не кстати. Забросьте справа сеть для чудного улова. 7 августа 2007 год. Игнатий Лапкин.